Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу снять видео на тему вязания. Я думаю, что очень многие люди уже когда-то пробовали начинать вязать, но у них это не получалось. И вот сегодня я хочу поговорить со своей сестренкой на эту тему, так как она уже очень долго вяжет. И я думаю, что ее история вдохновит многих девушек, которые пытались вязать, но у них не получалось. Если вам это интересно, то оставайтесь с нами до конца. Итак, я записала несколько вопросов для Эллы. Я надеюсь, что она нам очень полностью ответит и расскажет про свою историю. И первый у меня такой вопрос, что Элла, со скольки лет ты вообще начала вязать и сколько на данный момент тебе лет? Ну, чтобы понимать, в какой период ты уже вяжешь. Всем привет! Я Элла, мне 24 года. Я вяжу 16 лет. На данный момент это 8 лет опыта вязания. Здорово! А ты можешь нам немножко рассказать, что именно тебя вдохновило взять крючок и попробовать сделать что-то своими руками? Это первое. Я смотрела разные видео в Яндексе и вышла реклама об вязанных изделиях. Это были салфетки и вазочки крючком. Это было все настолько ожирно и красиво, что я взяла телефон и позвонила маме и попросила купить мне нитки и крючок. Мама очень удивилась, но купила. Почему ты решила попросить маму купить именно крючок, а не спицы? Не знаю, не думала. Позже я услышала такую поговорку, что первое в руки возьмешь, тем будешь вязать. Это оказалось правдой, вязание спицами я не люблю. А сколько раз ты вообще брала спицы в руки? Три или четыре раза. Тебя оно не вдохновило? Вообще не нравится. Ну, с спицами я себя чувствую немного бабушкой. Крючком более современно. Ну, допустите мне вязать сейчас, они меня убьют. Помнишь ли ты свой первый заказ и примерно какую сумму тебе заплатили за твое первое изделие? Да, это были тапочки, полусапожки. На тот момент цена была примерно 4 доллара. Элла, расскажи нам за эти 8 лет, которые ты вяжешь, сколько изделий ты уже связала? Что именно это было? Ну, вот примерно. Было очень много работ. Это были шари, сумки, текстиль для дома, пледы, топы, игрушки. Так как мы с Эллой жили вместе, и для моего ребенка она точно так же вязала очень много детской одежды. Жасмин у нас была маленькой моделью. И вот Элла вязала и юбочки, и кофточки для нее, и шапочки, и платьишко. Вот сейчас вставлю несколько фотографий, ну, чтобы показать, какие работы Элла делала для нашей Жасмины. Продолжение следует... За вот эти вот 8 лет, которые ты вяжешь, как именно тебе удавалось продавать свои работы? Какие-то сайты, какие-то вот знакомые, что именно? Я продавала свои работы через Инстаграм, через группы Ватсап, и в основном хорошо продавались через Арафанное радио. Таким образом даже мои работы оказались в Дубае, в Иране, Германии, России, ну и очень много по Казахстану. Что именно в эти страны люди вот просили тебя вязать, и ты вот отправляла, или вот в качестве подарка они что отправляли родственникам? Это были сумки, шари, сидушки на стуле, жакарное вязание. В 2013 году мы с Эллой занимались вязанными сумками, и мы связали примерно 30 сумок, и это были просто невероятные работы, и в виде розочек, в виде авосек, в общем разных-разных форм, разных расцветок, все это мы с ней делали вместе. Элла, вот ты расскажи, за вот эти 8 лет, которые ты вяжешь, ты уже не пробовала? Окончательно, вот так стабильно углубиться в тему вязания, чтобы создать какой-то свой бизнес, какую-то свою марку. Вообще выгодно ли заниматься вот в качестве бизнеса ручным вязанием? Нет, я не пробовала, но возможно в будущем, и я примерно знаю, что это будет, и я отвечу, да, что это выгодно. Вот если бы ты одна вязала, то мне кажется, немножко это было бы невыгодно, а вот если бы у тебя были бы несколько надобниц, которые бы помогали бы тебе вязать, вот тогда бы дело бы пошло в гору, как ты думаешь? Да, одной немножко будет тяжеловато, но я знаю достаточное количество девочек, которые вяжут сами, учесть то, что у них и детки, и семьи, и они на этом шикарно зарабатывают. Как ты считаешь, что лучше, вязать на машинке, либо же вязать своими руками? У меня есть опыт вязания на промышленной машине, и для меня это не так интересно, как вязание крючок. А ты бы хотела себе приобрести бытовую вязальную машину? Да, никогда лишней не будет. Элла, расскажи нам немножко сейчас, что модно покупать в плане пряж, что вот люди берут, какие вот пряжи актуальны на данный момент? Ну, смотря что вязать. Если текстиль для дома, то рукодельницы выбирают пряжу ленточную или трикотажную. Если игрушки, то плюшевая пряжа. В вязании бледов мастерицы выбирают в основном пряжу из мериносовой шерсти, это вот так вот вязание руками. Но иногда вяжут большими спицами или крючком. Скажу так, мне нравится вязать именно пряжей Ализе или Ягнахт. А ты вот рассказала нам про мериносную пряжу, ты бы хотела бы сама попробовать так вот красиво связать что-нибудь? Да, из мериносовой пряжи я не вязала, так как она действительно долго стоит. Да, просто если вы хотите связать одеяло, то на одеяло уйдет очень-очень много пряжи. Один пакетик мы смотрели, то что он стоит где-то 6 тысяч тенге, да? Да, и это вот такой маленький кругочек, просто это действительно нужно достаточное количество денег. Так как я занимаюсь дизайном, я знаю очень много интересных дизайнеров одежды. Элла, вот ты занимаешься рукоделием. Есть какие-то в рукоделии известные девочки, которые уже добились каких-то высот, которые вот популярны на просторах интернета? Да, это Эмили Фриман, у нее свой канал на ютуб, и она достаточно популярна в инстаграм, следи мастерец. Она разработала свою книгу со своими схемами про вязаные игрушки амигуруми. На ее канал это просто такой, очень-очень такой няшный, милый, все такое розовенькое, беленькое. Даже, как некоторые говорят, вкусный канал Эмили Фриман, слышала мне такое. Прикольно. Дальше кого я знаю, я знаю Мэри Нитин, у нее тоже достаточно большой выбор вязаной одежды, тоже схемы. Девочка Саша Мун, тоже очень интересная, советую посмотреть, те, кто ее не знают. Также мне очень нравится Валя Гришина, у нее шляпы из Рафии, шапки, шляпы и свой магазин Эпипляжа. Еще? Еще мне нравится Катюша Нитин, у нее очень красивые вязаные купальники, топы. Девочка тоже разрабатывает свои мастер-классы. Для рукодельников я могу посоветовать одну девушку, Анастасия Мадейра. Она просто девушка-мотиватор, она помогает, учит не стоять на месте и развивать свое рукоделье. У Анастасии Мадейра есть свой YouTube-канал, она недавно закрыла серебряную кнопку. На ее канале есть прямые трансляции с разными рукодельницами, которые помогают, обучают, мотивируют, как продвигать и продавать свои изделия. И также Настя, она рассказывает очень много разных историй, кто на чем зарабатывает, у кого какой был свой путь. Поэтому, если вы ее еще не знаете, то тоже ссылочку мы можем оставить внизу в описании. Что ты получаешь от самого процесса вязания? Вязание действительно хороший вид отдыха, и я получаю вязание уединения со своими мыслями. Какие у тебя планы на будущее в плане вязания? Что бы ты хотела бы там научиться связать, либо там сделать, вот именно в этом своем хобби? В планах на будущее у меня два вида кардигана-трансформера, костюмы, юбка-карандаш с завышенной талией, и стопами это будет как костюм, сочетание такое. У меня уже в голове есть такая картинка, что это будет. И, конечно же, моя мечта это связать свадебное платье. Ну, не знаю, мне кажется, это таки останется мечтой потом. Мне кажется, то, что найти невесту, которая оденет свадебное платье, она должна быть безумно креативной, немножко неординарной личностью, чтобы одеть такое вязанное платье, да? Да. Элла, расскажи нам немножко о вот этой твоей черной кофте. Это ты сама делала, либо ты ее приобретала где-то? Ну, конечно, эту кофту я вязала сама. Просто есть такие модели, которые нигде не продаются. Вяжется она довольно быстро. Что ты вяжешь на данный момент? У тебя уже есть какое-то изделие, которое ты вяжешь, либо уже закончила, вот самое свежее? Ну, да, на данный момент у меня готов уже топ. Это идет базовый топ. Он идет максимально закрытый, а сзади спина. Брительки у нас перекрученные, и спина максимально открытая. Красиво. А что это за плетение у тебя идет? Немножко об оплетении расскажи, потому что здесь у тебя дырочки есть. Это филейная сетка. Сколько у тебя уходит на создание такого топа времени? Этот топ я связала примерно за 3,5 часа. Ну, здорово. Примерно какая стоимость этого топика будет? Это идет кроп-топ, правильно? Да, это кроп-топ. Цена такого топа в интернете идет от 90 долларов. Высокая. Я не шучу, действительно. Так как сейчас очень скоро начнется летний сезон, как ты думаешь, вязаные купальники будут актуальны, как они были актуальны несколько лет назад? Да, вязаные купальники актуальны всегда. Они никогда не выходят из моды. Элла, что бы ты хотела бы сказать начинающим мастерицам, которые только начали вязать? Твое пожелание им. Я желаю начинающим мастерицам достичь хороших успехов в своей работе. Главное, не останавливайтесь, не сидите на месте, никого не слушайте. Потому что я знаю такое-то, что что-то начнешь, тебя отговаривают, где-то подкалывают. Типа бабушка, бабушка. У нас даже есть такой хэштег в инстаграм, вяжут не только бабушки. Я желаю хороших, красивых, эксклюзивных вязаных работ. И при этом хорошо зарабатываете на ваших изделиях. Да. Это как бы самое главное, чтобы труд отлачивался. Потому что это на самом деле как бы нелегкий труд. Сидеть, вот эту каждую петельку вывязывать, это вы создаете полноценное большое полотно. Поэтому нужно уметь оценивать свой труд по достоинству. Надеюсь на то, что вам это видео пригодится, то, что вам понравился наш разговор, понравились какие-то секретики, какие-то идеи от Элы. Если это так, то обязательно пишите нам ваши комментарии. Будет очень приятно почитать, так как это первое мое совместное видео с кем-то. Я снимаю постоянно одна. Я думаю, что вам понравится такой тип видео на моем канале. Если это так, то обязательно поддержите нас лайком. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Интересно будет следить за работами Элы, которые будет вязать в ближайшее время. Ссылку на ее инстаграм я оставлю в описании. В общем, всем вам желаем хорошего настроения, хороших творческих работ. Всего самого лучшего. Всем пока-пока. Пока-пока.